Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим ловчую мушку, которая будет имитировать бегущего как ручейника, так и веснянку. Поэтому в большей степени это будет ручейник, ну а в движении они все будут напоминать одно насекомое. Значит эта мушка будет изготовлена для определенной рыбалки, поэтому она рассчитана на проводку, чтобы мушка сама бороздила. Поэтому использовать ее в стоячих водоемах практически затруднительно, если не знать специфику поведения той или иной рыбы, которая там находится. Поэтому очень осторожно относитесь к изготовлению этой мушки, так как, чтобы потом у вас не было обид, что она не работает. На быстром течении и на течении она работает в идеале. Крючок я взял Тимка 200Р. Можно использовать крючки фирмы Страйк, любой, который вот имеет такую форму хоппер. Изначально я взял габариты крючка номер 14, для того, чтобы отсеять всякую мелочь, которая посягает на нашу мушку. В частности, с превеликим удовольствием на нее реагирует как густера, уклейка и красноперка, любая другая, как говорится, мелочь, которая в нашей рыбалке, ну не совсем она нужна. Поэтому мы изначально нашу мушку делаем так, чтобы она ловила более крупную рыбу. Закрепили кусочек вот такого вот люрекса, который голографический, это из елочного украшения, можно использовать, имеются всевозможные вот такие материалы. Можно использовать проволоку, все что угодно, леску. И в качестве изготовления тела я буду использовать антрон. Или же используйте специальный даббинг для сухих мушек. Если у вас такового нет, можно спокойно использовать вот такой материал, который продается в наборах. Это, как спрашивал меня мой друг Витаутас, вот именно вот такой антрон имеет плавучесть. Не весь антрон имеет положительную плавучесть. Я взял щепоточку, так как у нас не совсем рыба любит зеленые всевозможные тона, а серый. Я взял мушку, будем изготавливать с вами в таком светло-песочном оттенке. Как обычно, нить закрепили нашу нить. И теперь, слегка подкручивая, вот так, наш даббинг, начинаем осуществлять намотку. Значит, тело должно, считайте, почти от самого начала загиба. И аккуратненько начинаем формировать наше тело. Тело должно быть достаточно крепким и в то же время и пышным. Поэтому, два-три раза, вот сколько у нас будет получаться, столько мы должны пройти по одному и тому же месту. Не доходим до формирования нашей грудки, приблизительно пару миллиметров. Вот так. И останавливаемся. Сделали небольшое вот такое уплотнение. Теперь мы будем крепить другие материалы. Я закрепил перышко. Можно использовать в качестве имитации лапок. Вот перо, которое из скальпа петушка. Я подобрал перо так, чтобы подходило у меня по величине моих лапок. И закрепил материал, который я вам перед этим показывал. Но я взял два цвета. Один серый, второй песочного цвета. Для того, чтобы создать оттенок крыльев у моего ручейника. И опять мы берем антрон. Но желательно использовать антрон, который немножечко темнее будет по оттенку. Так как грудка у нас должна быть темной. И как обычно сформируем грудку. По этому же методу немножко неудобно накручивать. Следим за тем, чтобы объем нашей грудки был вполне достаточным. И оставалось у нас место возле колечка. Для того, чтобы мы могли закрепить перо и наш оставшийся материал. Значит вот то, что мы сейчас с вами формируем грудку. Это будет у нас голова, грудь. Поэтому пышность ее вы потом подберете для себя сами. Так, чтобы вам это было удобно. Берем теперь наше перо. И буквально вот ровно столько, сколько у нас будет позволять. Два, два оборота. Три, три оборота. Выберите для себя шаг. Это будет определять пышность ваших лапок. Ну вот у меня вышло где-то приблизительно три оборота. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Закрепим наше перышко. Остатки удаляем. Значит, для того, чтобы у меня мушка была покрепче, я добавлю сейчас на нить клей и хорошо промотаю у колечка. Так как мы уже больше с вами к колечку возвращаться не будем. Уводим бородки так, чтобы они у нас не намокли от нашего клея. И проводим обмоточку. Парочку оборотов будет вполне достаточно. И теперь нам необходимо вот такими вот ровными шагами, не нарушая наше перо, вывести нить там, где у нас было закреплено основное перо. Берем аккуратно. И теперь вот эти два волокна антрона мы должны с вами подровнять в одной точке наши пряди. И с небольшим вот таким натяжением, чтобы мы могли с вами... Если количество нашего пера очень большое, можно его подрезать. Это не составляет большого труда. Более темный антрон находится внизу, более светлый вверху. И теперь я стараюсь в одной точке, так чтобы у меня распушился и немножко разошелся мой антрон. Можно использовать полипропилен, любой материал, который имеет положительную плавучесть. И теперь нам остается только лишь, как обычно, нанести еще немножечко клей на нашу нить, сделать завершающий узел. Так как нить у нас промазана клеем, буквально одного оборота вполне будет достаточно. Убрали. Теперь мы берем с вами наш антрон. И нам желательно с вами обрезать те крылышки, которые у нас мы потом сформируем, слегка, чуть больше за загиб нашего крючка. Вот так отрезали. Далее убираем материалы. Теперь нам необходимо с вами распушить наше крылышко, которое вот вышло вот такое, и придать ему форму. Вот, друзья мои, мы вот так подстригли немножко наши крылышки. Снизу мы подрезали полностью все перо, для того, чтобы брюшко ложилось у нас на поверхность. За счет плавучести материала и вот боковых остевых волосков, которые имеются на пере, у нас он будет хорошо плавать, и при подергивании, при определенной проводке он будет давать хорошую борозду. Пробуйте с оттенками, с размерами, с величиной. Скажу вам сразу, что вот начиная, как только сойдет снег и первые весняночки начнут появляться у нас на берегу, можно спокойно уже выходить и потихонечку пробовать нам ловить. С апреля по практически сентябрь-октябрь месяц это достаточно уловистая приманка. Пробуйте с величиной и с размерами. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...